Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю радости, веселья, всякого блага, всякого счастья, мира, терпения в души ваши, в дома ваши и во все сферы жизни вашей. Всех приветствую, всех, 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 всех обнимаю, кто смотрит этот ролик по-братски. Мне на почту поступил вопрос, ничего нового, все по старинке. Я сначала написал, что отвечу в воскресном ролике в ответах на вопросы, но подумал, я как раз хотел записать ролик, опять об одном и том же поживать, уже тысячу раз, который говорил. Назвать его хотел красивый урод или верующий снаружи урод внутри или живой мертвец или вера без дел мертва и прочие-прочие вещи. И как раз прям удивительно, только хотел записывать, прилечь на диван, как я иногда пишу, теперь диванные, то у меня огородно-нагорные, теперь диванные проповеди и застолешные. Ну, застолешные тоже записал. Вот, но у меня пришел вопрос как раз на почту, я подумал воспользоваться моментом, почему бы нет, очень удачно. Пишет Олег Капустин. Я надеюсь, никто не скрывается, что я зачитываю там фамилии, имена. Если вы прячетесь, то, конечно, это печально. Давайте почитаем наш комментарий. Так, я побольше сделаю. Олег пишет. Спасибо, Дима, за сайт Христалюп.ру. Удобно читать с твоими пометками и картинками. Ну, я заодно хочу воспользоваться моментом, сделать такой анонс. Сайт я сейчас с братцем во Христе Олегом переделываем. Скоро уже что-то будет появляться. Будет еще удобнее, еще красивее, еще понятливее и прочие-прочие вещи. Еще будет красивее и мои комментарии. Я там их в стороночках буду писать. В общем, скоро увидите, узрите, что у нас получается. Я буду потихоньку показывать тоже. Есть вопросы к роликам. Во многих своих роликах ты говоришь, что не веришь в искупление так, как о нем говорят протестанты. А как ты понимаешь искупление, о котором написано в Новом Завете? Признаешь ли ты его в принципе? И еще вопрос. Так, давайте я буду отвечать сразу постепенно. Во многих своих роликах ты говоришь, что не веришь в искупление так, как о нем говорят протестанты. Да, все правильно вы понимаете. Я не верю ни в какое протестантское понимание искупления. А как ты понимаешь искупление, о котором написано в Новом Завете? Признаешь ли ты его в принципе? Кратко скажу все равно. Для меня не существует никакого Божьего слова под названием Библия. Для меня существует Библия, библиотека, книг, относящиеся к так называемым Ветхим Заветным временам, до Рождества, жизни, как хотите, Иисус Христа и после. Поэтому то, что до называется Писаниями Ветхого Завета, до Писаниями Нового Завета. Да, такие есть. Писания Ветхого Завета я даже не буду разделять. Ветхие, ветхие. Не важно, что там есть. Пророческие, как говорят книги там и так далее. У меня достаточно роликов по поводу Писания. Новый Завет. Есть Евангелие. Благая весть. О чем? О том, что Бог, Бог явился во плоти. Не Павел мне принес это учение, не Петр, не Иаков, не Ан. Бог явился во плоти. Сейчас мы дойдем до того, что до нас эта весть доходила через учеников, через людей. Но надо начать сначала. Сначала оттуда. Бог явился на эту землю во плоти. Это благая весть. Бог явился, творил дела видимым образом, обладая вот этим прям даже тленным смертным телом. Грешным, как это говорят. Он не творил греха. Тело вот это само безгрешно. Даже после грехопадения тело само ни в чем не виновно. То, что Бог нам придумал школу жизни, само это тело, оно безгрешно. Человек. Господь сказал, грех выходит из зло, из помышления, из сердца человеческого оно выходит. Все злые помыслы. Отсюда все зло исходит. Само тело, оно управляется умом, духом. Адамом. Нус, греческое слово. Бог явился в этой плоти всем видимым. Всем видимым. Творил дела любви. Учил этим делам своими словами, которым все понятны. Не на греческом, не на римском, не на итальянском, на арамейском. Для нас уже древнееврейском, древнеарамейском, как хотите. Но понятным для своего народа языке. Это раз. И вот это благая весть о жизни и учении Иисуса Христа. Это о жизни и учении. Вот то, что я принял, когда Господь призвал меня к покаянию. Чтобы я, покаявшись, потому что жил не так, как нужно. Жил по его образу и его учению. Это раз. Это я хочу, чтобы просто было понятно относительно меня и того мировоззрения, которое у меня есть. Когда Господь, явившись воплотием, пожил, научил нас любить всех. Учение уставило из простоты. Любить все Божье творение, которым являются люди, животные, духовный мир, природа. Все. После этого есть Писание Нового Завета. Они, кстати, в отличие от Евангелия, почему-то раздельны. Если об Иисусе у нас одна благая весть, не раздельна жизнь и учение. Потому что слова Иисуса всегда подтверждались его жизнью. Сами слова подтверждались. А словами он учил тому, как надо жить. И своими делами все это подтверждал. Обратите внимание на такой нюанс. Что у нас есть отдельная книга деяний, хотя там есть слова учеников Христовых. Но есть и Писание. Это очень важно. У нас зачастую, как я много раз говорил, вы все это прекрасно знаете. Это не мои учения. Это суть жизни. Мы все с вами прошли покаяние. Ну, я думаю, что те, кто меня слушают, в основном все прошли. Мы не стали сразу святыми. Мы не научились любить ни своих, ни посторонних, ни врагов. Мы только принимаем это семечко. В книгах Нового Завета, в книгах Нового Завета, в посланиях, в книге деяний, жизни учеников Иисуса Христа, церкви раннехристианской, первоапостольской, неважно, как ее назовут. Даже там видно, что дела зачастую от слов отличаются. И дела учеников отличаются даже не то, что дело от их слов. Они могли говорить все, что угодно. Они отличаются от слов и учений Иисуса Христа. Там такие места тоже есть. Мы видим развитие, дело даже не в отличии. Мы видим развитие, как люди не сразу становятся святыми, а возрастают. В чем? Совершенствуясь в любви к человеку, к животным, к окружающему миру и прочее. Как они отваливаются от старых заквасок, от старых грехов. Уж у них-то закваски тоже иудейские так их держали, что они от них тоже отваливались. И тоже не сразу. Мы все это видим. Поэтому для меня не существует никакого нового завета, в каком я понимаю, пишет Олег опять в письме ко мне. Для него это я так, я может ошибусь, но я скажу, как я чувствую. Даже читая вот это вот письмо Олега, что для него и для основной массы, скорее всего, он протестант, я не знаю. Это просто бумаги. Все вместе, все одинаковые. Вот корпус Библии для меня нет. Потому что что значит в новом завете, я сразу хочу поправиться, чтобы ответить правильно на вопрос. Для меня не существует никаких писаний нового завета абсолютно святых и безгрешных. Нет. Для меня есть Бог, явившийся во плоти. И эту евангельскую историю, историю, запомните это, написали четверо учеников. Даже не все, как мы видим, с моих же Евангелия являясь очевидцами тех событий. Как тот же сам Лука писал, что он не был очевидцем, но лишь по тщательным исследованиям, как уже многие написали. И он тоже написал, описал, передал евангельскую историю тем людям, которым хотел, которая дошла и до сего дня. Там могут быть ошибки, опечатки, переписки. Может быть даже Бог попускает какое-то специальное вкрапление зла и что-то там одну букву подменили. Но я по своей жизни свидетельствую, что в Евангелии это абсолютная истина. Да, может быть с небольшими ты можешь сделать отклонениями, что-то тебе против сердца пока лежит. Ты понимаешь, что там могли приписать молитву и постом изгоняется бес. В слова Иисуса вложить слово пост еще помимо молитвы. Потому что там ни о каком посте делами речь не идет. И ты понимаешь, какая-то несостыковка. Есть вопросы, которые требуют исследования, так скажем. Но в основной своей массе общая мысль о том, что Бог явился воплоти. Дал пример нам святой жизни в любви к человечеству, к животным, к мирозданию. Да, даже до креста. Да. И он воскрес. Явил тем, что Бог есть любовь, свобода и бессмертие. Ибо палкой он никого не загонял в свое учение. Призывал добровольно стать святыми. Стать гражданами небесного царства. Где все, что любят друг друга. Вот вам, пожалуйста. Эта суть донесена в Евангелии 2000 лет. Я-то ее узрел. Значит, и в Евангелии действительно истина. Несмотря на какие-то мелкие искажения или переписки. У нас сколько переводов. И как вы видите, там есть порой даже противоположные вещи. Значит, мы понимаем, что все это написано руками человеческими. Переписано, переведено, перетолковано. Потому что любой перевод это толкование. Надо об этом никогда не забывать. Именно поэтому там противоположные смыслы. То есть люди вложили в смысл переведенного. И мы видим и прекрасно знаем. Возьмем для примера, яркого достаточно примера, два перевода. Синодальный и новый русский перевод. Очень близкий, очень хороший. Мне очень нравится, как Евангелие там и там передано. Есть, я говорю, прям противоположный смысл. Вы знаете, даже большая разница, когда Господь говорит сатане в пустыне. Иди за мной или прочь от меня. Огромная разница. Идти и идти прочь. Идти за ним или идти прочь от него. Это огромная разница. Огромная. Мы видим эту несостыковку. Я убежден, что Иисус сказал, следуй за мной. Потому что Бог есть любовь. И даже сатану до конца веков он будет всегда ждать в своих объятиях этого блудного сына ангела света, сына зари, когда он вернется в отчий дом со всеми отпавшими ангелами, как и со всеми отпавшими людьми. Это, я надеюсь, понятно. Поэтому я возвращаюсь к тексту. Вот Олег пишет. А как ты понимаешь, искупление, о котором написано в Новом Завете, признаешь ли ты, в принципе, его? Я задам просто ответный вопрос. А в жизни и учении Иисуса Христа о каком искуплении шла речь? Если ты мне в следующем письме расскажешь, или, пожалуйста, я открыт к диалогам, звони, я буду рад увидеться, услышаться. И мы поговорим об этом. Я в Иисусова жизни и учении никогда ни о каком искуплении ничего не слышал. Если ты мне найдешь, если ты мне спросишь про искупление, ни о котором написано, ибо написано, написано много чего, бумага все стерпит. О каком искуплении учил Иисус, говорил и где написано, как он действием явил, что он искупил. Где это? Я что видел, как он у дья, у кого он искупил. Где Иисус об этом учил? Сейчас мы, кстати, к этому придем, потому что ты сам не приводишь эти места. Поэтому я на этот вопрос ответить не могу. Я не пойму. Для меня Новый Завет – это Завет с Иисусом Христом. Причем для меня он никакой не Новый, а единственный. Потому что я не еврей, я никакого Ветхого Завета не заключал. Даже Ной, то, что там с Богом договаривался, и меня это никак не интересует. Я единственный Завет принял. Я прочитал, узнал благую весть о жизни и учении Иисуса Христа, когда Господь меня явно с небес призвал, кто знает мою историю. Я увидел его явное воплощение, явный пример, как мне жить, и я дал ему обет «Так делай». Я, кстати, реально так сделал. Я же всем рассказывал, что тогда, когда я уже какой круг не помню, читал там, когда я в доме-то жил еще с девчонками, и все это год изучал, и когда Господь, я говорю, когда я уже читал, и все, разрыдался там, раскаялся, я знаю, что Господь рядом со мной стоял и меня исповедовал. И я просто помню свои чувства, я всем их рассказывал. Я читаю, я удивляюсь, говорю, Господи, неужели ты такой? Я читаю, я влюбился в Иисуса с первого взгляда, можно сказать. Любовь, как и в Откровении написано, почему евреям, ну там, одной из церквей, да, вы помните, прям самой первой, почему-то оставил любовь свою, первую любовь свою. Вот я читаю, я понимаю, что это просто мой кумир. Я хотел бы быть, во-первых, рядом с таким человеком, я хотел, чтобы он был моим братом, моим другом, моим вождем, как это, лидер в группировке в какой-нибудь бандитской там, да. Вот я же все-таки пацан такой, мужик. Вот я бы с удовольствием, ему бы, ему бы, я редко кому готов был преклоняться там, потому что мало людей вызывают уважение в какой-то там определенной сфере, чего-то добившись, вот, порой мы только из себя что-то мним, на самом деле ничего не представляю. Я вот читаю и понимаю, что это мой кумир. Я готов ему носки носить, действительно, оружие, оруженосцем быть, да. Вот. И я понимаю, что я сам таким должен быть. Как я буду с тем, я сам его недостойен. Я понимаю, что должен быть таким же смелым, таким же открытым, таким же добрым. Я все это понимаю. Я читаю, и я тогда отдал ему, как все говорят, свое сердце. Что это такое? Просто пафосные слова. Причем я один был. Я говорю, никого не было. Никто меня не исповедовал, не крестил, никакие попы, никакие пасторы. Я просто был с Богом, вот и все. И я все это, у меня сердце вот так вырывается, меня выворачивает наружу от внутреннего перемены, от внутренней закваски, которая во мне начинает бродить. И все. Я отдаю ему себя самого. Все. Я понимаю, что я такой, я даю ему обед. Я тогда рассказывал, что я приехала моя, так скажем, гражданская жена, сожительница, как угодно. Жена нет, я не хотел никогда жениться. Я ее посадил на диван, я говорю, она разрыдалась, увиди мои серьезные глаза, потому что сегодняшний день наша жизнь изменится. И она действительно еще, человек не сразу даже от греха отворачивается. Ну, внутренний, да, ты ложишь определенное. Это можно назвать стопроцентным покаянием, разворотом. Но по факту все это происходит очень долго, очень не сразу в нашей жизни. Вот. Но тогда я помню, я по черной этапу говорю, плюс Господь меня исповедовал, я это все помню. Я чувствовал его руку на себе, да, грубо говоря, его присутствие незримое. Я не видел его в тот день. Ну, я его рядом с собой. Как и любого человека, вот ты знаешь, что за дверью, я вот знаю, папа сидит сейчас. Я знаю, я, можно сказать, его чувствую, знаю. А это я вот, получается, я же не знал. Ну, папа-то я знаю, что в соседней комнате. А это я не знал. Я же не вижу никого. Папа-то я глазами этими земными видел, а Иисуса не видел. Откуда я? А он, бац, и рядом со мной стоит. Я чувствую это. Что в другой мир вокруг меня. Так что вот так вот. Я нигде и бы написан. Я никакой бумажки, никакую присягу никому не давал. Я захотел стать таким, как какой наш Бог. Вот. Это очень важно. Какой, причем, Бог, описанный мне в Евангелии. Павел никогда не ходил с Иисусом. Он никогда его не знал. Сейчас мы к Павлу подбираемся. И непонятно вообще в глаза ли он его увидел. До того момента, конечно, когда он ему открылся. И потом еще являлся. Сколько ему лет был, вообще большой вопрос. Очевидно, что он был ребенком. Потому что, когда Стефана побивали, он и то этого не делал сам, потому что был еще малолетним. Иначе он, как и весь народ, тем более мы видим, он бы с удовольствием это сделал. Но он еще, как ребенок, не имел права бросать камни. Это делали взрослые люди, взрослые мужчины, женщины. Он лишь стерег одежды побивающих. Очевидно, что ему было совсем немного лет. Так это уже Стефан. Это уже седьмая глава, нам описанная. Это уже бытие церкви, учеников христовых. Поэтому сколько было Павла во времена хождения Бога по земле, к сожалению, мы можем только догадываться, но приблизительно можем рамки положить. Это детство. Вот, поэтому я хотел на этом тоже, что всем все было понятно. Хотя я не раз обо всем об этом говорил. Читаем дальше. И еще. Принимаешь ли ты... Поэтому о каком искуплении вообще идет речь у Иисуса, это большой вопрос. Для меня Иисус, еще раз, если тоже кому-то непонятно, или кто-то не в курсе, я исповедую, что Иисус – это реальный Бог, который не видим, никто никогда которого не видел, и видеть не может. Этот Бог имеет вид. Сущность Бога никто никогда не видел и не увидит. И вот только лишь Его образ – это и есть Иисус Христос. Но образ как? Это Он и есть. Он образ, Он – сущность Его, и образ ипостаси Его. То есть, Он и есть Бог. Вот и все. Просто видимым образом. Это понять очень легко. Просто есть Он такой. Вот и все. Объяснить это невозможно. Ну, или понять пусть. Да, а принять очень легко. Это так. Я верю, что Иисус – это реальный Бог, явившийся во плоти, потому что Он и был такой всегда и такой до сего дня на небесах в той сфере, которая нам пока невидима. Вот и все. Это надо понимать. Поэтому никогда слова из жизни Иисуса я не поставлю ни на какую ступеньку ни с апостолом Павлом, ни с Петром, ни с Иоанном, ни с Аковом, и уж тем более ни с Моисеем, Давидом, Авраамом и прочими праведниками. Это я хочу, чтобы те, кто меня слушал, это понимали. Еще вопрос. Принимаешь ли ты смерть… Так, сейчас поделюсь. Принимаешь ли ты смерть Иисуса Христа на кресте как заместительную жертву за грех? Так, интересные слова. Я встречаю, которых я не встречал ни в Евангелии, ни в словах и учениях, ни в жизни и учении Иисуса Христа, и даже в Новом Завете, как ты говоришь, в посланиях Его учеников. Я слово «заместительная жертва за грех» никогда в Новом Завете не встречал. А не только как проявление жертвенной любви даже до креста. Ведь Иисус пришел не только для того, чтобы показать нам пример, но и стать жертвой за наши грехи. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ссылок все на апостола Павла. Ну, за исключением послания апостола к евреям, потому что на самом деле мы тоже не знаем его прямого автора, ибо непонятно, кто это такой. Апостол Павел или нет, не стал он подписываться, но возможно, что это был он, возможно, что это другой был еврей. А можно понять, что и он и не подписал только потому, что евреи его терпеть уже не могли, как отреченцы. Вот я обращу внимание. Во-первых, я говорю, я впервые слышу, что в Новом Завете есть такие понятия «заместительная жертва за грех». Никогда я в таком контексте, как вот именно подают протестантизм, я не встречал. Те ссылки, которые приводят, вот я специально, они у вас на экране. Обратите внимание, здесь нет ни одной ссылки на жизнь и учение Иисуса Христа. Они все, как под копирку. Я знаю, что, кстати, не все эти ссылки протестанты используют, есть даже и на другие послания других апостолов, но удивительно, что человек опять пишет и ни одной ссылки. я хочу обратить внимание в принципе на Олега, как он это просто подает. Вот он сам понимает, что он делает. Он мне говорит о каком-то учении, спрашивает, да, мне чуждым. Почему? Я объясняю. Потому что и сам подтверждает чуждость, почему? Отвечает на тот вопрос, на мой ответ, свой ответ, я не знаю, как хотите, какая-то абракадарба получается, в том плане, что он сам отвечает. У него нет ни одной ссылки на жизнь и учение Иисуса Христа. Поэтому я даже рассматривать это не хочу. Я хочу задать вопрос Олегу и ему подобным. Если он протестант или просто это исповедует. Он же меня спрашивает об этом. Я предполагаю, что он это исповедует. К сожалению, так как я почему-то люблю в принципе скайпы в общении больше, чем вот такие ответы на вопросы. То я, получается, сам задаю себе кучу вопросов и на них пытаюсь ответить. Гадая, что там по другую сторону экрана, кто и как писал, не видя человека. Ну, есть то, что есть. Будем отвечать на такие вопросы. Мы в кого уверовали? И вообще, кто нам принес учение? Бог или Павел? Если ты, вы же сами утверждаете, что вот без Иисуса, там да, вот бла-бла-бла, вот это все искупительные жертвы. Слушайте, а почему вы тогда опираетесь только на апостола Павла? Вот ты прислал мне сообщение, даешь мне ссылки, ни одной ссылки на жизнь и учение Бога, явившегося во плоти, нету. Значит, апостол Павел, который никогда не видел, так скажем прямо, никогда не видел Иисуса Христа при его жизни и учении. Ничего о нем, получается, может быть, не слышал даже. Он мог быть ребенком, ну, вспомните, что нас интересовало до 10 лет, неужели нас пророки интересовали. А я говорю, ему больше, очевидно, что ему было не больше там 10 лет, когда Иисус ходил по земле. Ему кроме палочки, пистолетиков и танчиков и копий ничего не нужно было. Это мальчик. Почему вы веруете в учение апостола Павла? Я так назову, вот судя по ссылкам. Значит, Бог приходил напрасно на землю. Вот по мне, когда я такое читаю, у меня скорбь на сердце, непонятно, зачем Иисус для вас приходил. Тогда Бог из небес смог апостола Павла воздвигнуть для проповеди нового учения. Ну, естественно, понятно, вы сейчас мне, я понимаю, на что вы скажете. Но Павел же не сам искуплял, да, он лишь об этом рассказывает, что Иисус искупил. Поэтому, конечно, я сейчас до этого дойду. Ну, получается так, что ни один из апостолов, которые учеников, которые были при Иисусе, не учили о заместительной жертве за грех. Вообще, такой фразе не учили. Ничего близкого не учили. Но почему-то апостол Павел вдруг стал учить о том, о чем никто не учил. Вам не кажется это странным? На самом деле, это я так, немножко ерничаю. Я прекрасно знаю, что все эти места просто извратили. потому что апостол Павел ни о какой заместительной жертве за грех никогда не учил. Это все учения построены просто на, как я говорю, знаете, похоже на маньячные какие-то, как я всем почему-то привожу старые фильмы, мне нравились Эркюль и Павропов, я там, у меня этот момент, где там он открывал письмо, ну, какие там, 18 века, да, или какие Эркюль, Павропов, я уж не помню. Типа описано, какой писатель, в каком веке жил, он там писал. И когда там, знаете, на бумажечке из разных мест газеты эти буквы нарезали, что-нибудь написано там, мы похитили вашего там этого, верни, дать там с вас залог или выкуп. Вот мне вот это все напоминает, все вот эти учения, лживые. Давайте теперь попробуем узнать, я общими словами, сегодня мы мало будем по тексту, несмотря на то, что я сижу здесь в кресле перед компьютером, я не буду вас загружать текстами, я вам своими словами скажу. Это безумное учение, я его, конечно, подтвержду в конце, я приведу примеры апостола, слова того же самого апостола Павла, который прямо противоречит этому лживому учению протестантизма. И неважно, может быть, даже вы вышли, стали свободными от религии и культа, но эта закваска вас осталась, вы проповедовали, у меня таких примеров теперь очень достаточно, таких людей, которые вышли эту ахинею проповедовать, которые человеку ничего не дают. Я постараюсь простыми человеческими словами, цепляясь просто за тот свет, который у вас в сердце, чтобы он вас просто обличил, слыша живой голос. Какая мне разница, во что вы верите? Вот царство небесное, оно будет состоять из верунов, из грешных верунов, из красивых уродов. Сейчас я красив, да, никто не видит, как я вру, как я обманываю, внутри-то там урод живет. Он разрешится от этого тела, мы сегодня почитаем с вами апостол Павла. Это что будет? Царство уродов, царство дебилов, царство мертвецов, ибо Иаков пишет, вера без дел мертва. Это кого будет царство? Понятно. Я говорю, там у вас ложь на лжи, но у вас, я все-таки думаю, что убежден, Олег принадлежит к этим учениям. Нет, в Духе Святом я просто не могу грешить, не надо мне рассказывать этой сказке. Жизнь опровергает ваши лжевые учения. На наших глазах, в интернете есть представители христианства, которые через 20 лет, через 30, через 5 отваливаются спокойно, в Духе Святом много лет пребывая от Христа. спокойненько отваливаются, отходят от него. Пожалуйста. Причем я убежден, что эти люди не обязательно в ад идут, потому что судиться будет каждый по делам. Просто по каким делам вопрос. У нас пример святых дел действительно только в Иисусе. Я никогда другого образа просто в жизни не видал. Это я так словами, конечно, говорю. Надеюсь, всем понятно. Мне в что-то веришь, хоть в осиновый стол мне вообще без разницы. А вот что ты делаешь, да, это важно. Человек, это его дела. Иисус, и как я всегда говорю, если вы захотите вникнуть, действительно, если вас интересует истина, а не ложь, если вы хотите действительно познать истину и сделается в ней совершенна, то узнайте ее. Иисус никогда, нигде не учил ни о какой спасении, так скажем, по вере от суда над твоими делами, нигде и никогда. Иисус никогда не учил о черно-белом христианском бытие и о черно-белом посмертном бытие человека. Иисус Христос никогда не говорил, что когда ты примешь Духа Святого, это семечко, слово евангельское, что оно само в тебе будет действовать и все само будет происходить. Он все время говорил, понуждайте, творите. Это огромный район. Он не говорил, будете творить, он говорил, творите. Царство Божие с этих времен усилием берется и каждый усилием входит в него. Это путь терновый, узкий. Иди и твори так же. Иди продай все имение. Он не говорит, что ты просто подашь. Прими Дух Святого и ты пойдешь продашь. Пойди продай сначала. Сам сделай это, а потом приди ко мне. К сожалению, это лживое учение протестантизма будет во все времена, конечно, действовать. И я хочу, чтобы у этого человека и у всех ему подобных, которые, может, это неприятно так слышать, как я так надменно говорю, но это так. Познайте истину. Истина в том, что слово спасение означает просто слово жизнь или воскресение, мертвой души человека. Если вы сейчас меня послушаете и примете это, и после моих слов перечитаете и перепроверите все, о чем я вам скажу, вы в этом просто убедитесь, если захотите открыть Богу свое сердце, не лживым религиозным учением, а Богу. Почему я говорю, что в словах Павла на самом деле нет никакого противоречия. К сожалению, вы просто ослепли, и на вас очки этих религиозных учений. Если вы их снимете, эти черные очки, вы все увидите. Павел, употребляя слово спасение, как Иисус, имел в виду слово воскресение или слово жизнь, причем это относилось к воскресению души, раз, когда мы слышим евангельскую проповедь, и мы воскресаем, воскресает тот внутренний человек, как этот внутренний человек умер у Адама с Евой при первом грехе, совершении первого греха, вкушении запретного плода от древа, познания добра и зла. Именно, я сегодня все свои слова подтвержду, сейчас писали, но я хочу просто своими словами поговорить, пожевать, чтобы до кого-то дошло. Мы сейчас все то же самое прочтем из Евангелия, и раз уж мне Павла приводит, я в ответ приведу тоже апостола Павла. Он же не может говорить разные вещи одновременно. Или он был сумасшедший? Поэтому, если вы будете внимательно читать стихи эти, взяв все контексты, какие вы читаете речи, обращайте внимание. Все те места, где Иисус призывает к деятельной жизни, и все те места, где Он и говорит о жизни, или воскресении, имеется в виду воскресение внутреннего человека от слова проповеди. И первое воскресение, которое будет перед тысячелетним царством, когда все веруны, здесь я согласен, все веруны, как бы ни жил человек, плохо или хорошо, если он верит в Иисуса Христа, если он его ждет, так скажем, своего жениха, он воскреснет в первое воскресение, которое описано в 20 главе книги Откровения. И в это воскресение все веруны будут судиться по своим делам. Мы сейчас слова Иисуса зачитаем об этом. Заметьте, я не сам это говорю. Я просто подвожу, и сейчас мы все это прочтем. В это я верю. Все веруны восстанут. Все. Все верующие бесы, как я их называю, порой даже, восстанут. Вы знаете, что с именем Иисуса на устах убивали людей. Это делали до Иисуса, так сделали с самим Иисусом. И как Иисус и говорил, и это всем понятно, так будет до последних времен. С именем Иисуса Христа совершали инквизиции, патриотические войны разных государств с именем Иисуса. Во имя Иисуса сжигали людей на кострах. Это важно понять. Этот человек тоже, кто это делал, и палач, и судья, и обвинитель. Все. Все восстанут эти. Все веруны. Все. Не важно, сколько на них крестов паникодил, чего у них не было. Они прямо в этих одеяниях, может, даже и восстанут, чтобы они их обличили. И каждый даст отсчет за свою христианскую как раз жизнь. Это будет первое воскресенье. Давайте, чтобы больше далеко не уходить, а потом мы еще к Павлу вернемся. Что мы с вами читаем? Мы с вами читаем Евангелие от Анна, пятую главу. Когда Господь, вы знаете, человека, который вообще не ходил, лежал при храме, Господь его исцеляет, и стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он сделал такие дела в субботу. Вы помните, какие он дела творил? Человек, который столько лет не ходил, то же самое со слепорожденным, с которым было. Вернее, я, кстати, это и есть со слепорожденным в случае, это я, простите, забыл. Которого допрашивают, родители вызывают. И все это видя, что полагают эти люди убить Иисуса. Два раза написано. И гнали, искали убить его. И еще более искали. Иисус говорит, что на такие дела. Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. Я вырываю немножко из контекста, сами эти события, мы же не будем с вами читать все это, и еще более искали. И искали убить его за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога. Делай себя равным Богу. Равным Богу. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам и покажет ему дела больше этих, на что вы, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец и не судит никого. Впервые Иисус говорит, что Бог никого не судит. А весь суд отдал сыну, а кто может судить кого-то, человека, прощать грехи, судить только Бог. Иисус и есть Бог. Конечно, кто по плоти понимает, никогда до этого не дорастет. Но это он отдал, это вот, ну как Бог, как можно отдать доброту? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну как? Как можно отдать милосердие? Вот я милосердный, а он нет. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно это отдать? Ну вот объясните мне, идиоту. Вот я терпеливый, а он нет. Ну как это можно отдать? Вот просто расскажите мне, И как поделиться своей сущностью, своей природой? Никак. Ну как Бог Отец мог отдать Бог Сыну? Я в Троицу ни в какую не верю. Я верю в единого Бога, Иисуса Христа. Отец ему ничего не отдавал. Это детский язык. По мере, конечно. Я согласен. Ладно, мы первый раз читали. Но я порой разговариваю. Ведь даже вот этот Олег, жалко, я его не вижу. Я уверен, что так по духу. Это взрослый мужчина, наверное. Не один год христианин. Ну надо уже подумать, что никакого Отца нет. Есть Бог. Есть. Он нам и Отец, да. Он нам и Мать. Он нам и Друг, и Брат, и Жених, то бишь Муж. Все Он для нас. Это да. Аминь. Как Бог может Отец отдать что-то Сыну? Он и есть Он. Его потом спросят непонятливые ученики. Покажи нам Отца. Он скажет, сколько вы времени с нами? И я вот этими словами Иисус все время удивляюсь. Сколько мы времени в христианстве и никак не поймем. Видевший Иисуса, видел и Отца. Он и есть Отец. Ну весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его. Детским языком Иисус пытается нас к истине приблизить. И внимание. Вот я обращаюсь, если Олег слушает еще до сих пор, если он не обиделся на такой мой, как мне очень часто тычут, горделивый тон. Да. Я у вас ничего не спрашиваю. Я все знаю. Я знаю истину. Я ее благовествую. Вы ее не знаете. Если вы пришли учиться, учитесь. Это говорит Иисус. Иисус не говорит ни о какой искупительной жертве за грех. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, внимательно обращаю на каждое слово, и верующий в пославшего меня, на начальном этапе, да, иметь жизнь вечную, так, и на суд не приходит. Вот все. Но перешел от смерти в жизнь. На этом ставится Иисусом точка. Вы же видите, это же оранжевый. Я специально выделяю прямые речи Иисуса всегда одним цветом, неизменно. Иисус на этом остановился. Вам хоть в каком-нибудь, вот скажите мне, пожалуйста, вам хоть в каком-нибудь собрании протестантов дальше прочитают? Никогда. Никогда. Вам скажут, что Иисус учил о том, что кто верует в него и в пославшего, слушает его слово, слушает, не исполняет, просто слушает и верит в пославшего. Все. Имеет жизнь. Это же Иисус сказал. Вы знаете, я говорю, почему учение протестантов мне напоминает учение психопатов? Надо же додуматься, вырезать стихи и слепить свои лживые учения. Иисус, вот у вас на экране текст, он оранжевый. Это огромная речь Иисуса. Она закончилась? Нет. Она перешла в какой-то, видите, в принципе, с красных строчек немножко начинаю. Я ее как бы немножко делю, только потому, что все-таки есть смысл более хоть сконцентрировать внимание. Да, можно он дальше немножко опять о другом вернет, чтобы они хотя бы поверили, как ты будешь исполнять, если ты не поверишь. Поэтому он вначале себя делает равным Богом, чтобы ему поверили. Во что? Он говорит, надо поверить. И опять, что будет, если вы не поверите? Поэтому я имею право вырвать с 24-го по 29-го, мог вообще и просто вам зачитать. Это конечная мысль его. Это несколько предложений. И то вам зачитал все с самого начала, чтобы вы видели контекст. Что он исцеляет слепорожденного. С ним спорят там жестоко иудеи. Полагают его убить. И он им говорит эту речь. Разве эта речь его на этом закончилась? Нет. Что же говорит Иисус? Итак, первая мысль. Кто слышит меня, верит в пославшего меня, что я от Бога исшел, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, истину говорю вам. Наступает время. Вы помните, точно так же он в 4 главе перед этим говорил с Самарянкой. Что наступает и настало время, когда поклоняться Богу будут не в капищах, не на горах, не в Иерусалиме, а в духе и истине. И таких поклонников себе ищет Бог. Вот мы должны поклониться. Что дальше Иисус скажет? Наступает время и настало уже. То есть Иисус говорит, что это время настало. Время чего настало? Когда мертвый, он все продолжает свою речь, услышит голос Сына Божьего и, услышав, оживут. Скажите мне, пожалуйста, когда он ходил и говорил свои проповеди, на горную проповедь, много мертвых вокруг восстало? Ни одного. Когда он в лодке, в отплытое от берега проповедовал, много мертвых восстало? Ни одного. Да, Иисус несколько раз воскрешал, а может и много раз воскрешал людей. Да, они, кстати, воскресали от слова Его. Но это время настало для всех? Нет. Для избранных. А вот это о ком говорит Иисус? Настало уже время, когда мертвый услышит голос Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец, Он еще раз повторяет, имеет жизнь в самом себе, так и дал Сыну иметь жизнь в самом себе. О ком здесь речь? Как это время могло настать во времена Иисуса? Иисус говорит о мертвых духом, душой, как хотите, люди. И люди. Это время уже настало тогда, когда Бог явился на землю. Люди слышат голос Сына Божьего. Иисус пришел, запомните это, к погибшим овцам Дома Израилева. Иисус не сказал к погибающим, к погибшим. Овцам – это люди, это души. Иисус прямо сказал, что Я пришел к погибшим. Поэтому слышат Его мертвецы. Мы все мертвые до истинного слышания проповеди Евангелия. Учение о совершенной, божественной, неиссякаемой, никого ни на кого не делющей любви. От любви своих до любви врагов. Эти люди, все мы с вами, когда слышим это слово, если примем его в себе, это слово имеет жизнь. И душа наша воскресает со Христом в Боге, как Павел писал. Там появляется новый человек. Воскресает. Он есть. Бог, человек, создал полноценное. Вдохнул в него дыхание жизни. Он не забирал это дыхание. Человек живет и движется, и существует только потому, что он является его дыханием. Но вот этот внутренний человек, который есть Я, личность, она может умереть, отойдя от Бога. И мы все с вами от Него были отошедшие. Когда мы слышим и принимаем, это время настало. Каждому доступна эта евангельская весть сейчас. Любого человека сейчас в интернете, в Яндексе может набрать интересующийся, вот язычник, что-то услышал. Тяжко на душе думать, где-то есть Бог, какие религии о Нем проповедуют. Всем доступно. Иисус пришел. Учеников своих по всему миру до краев земли послал. Всем доступно. Эти люди оживают. Если никто не судится, как, казалось бы, он выше сказал. Читаем дальше, что говорит Иисус. И дал ему власть производить и суд. Так. Не над христианами, наверное. Все-таки христианские, он сказал, не судится. Потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, Иисус говорит, это время только наступает, когда Иисус будет судить. Это настало, а это наступает. Два времени. В которое все, все находящиеся во гробах, вы заметите, там Иисус употребляет слово «мертвое». Он употребляет его в духовном смысле, говоря о душе человека. А здесь он говорит о теле. «Все, находящиеся во гробах, услышат голос Сына Божьего». И выйдут. Когда мы услышим этот голос, находящийся во гробах? Здесь Иисус говорит о том же самом, о чем в будущем скажет в притче. Когда будет десять дев, пять из них будут хорошими, а пять – юродивыми. У одних будет лампадки, горящие, и маслица, а у других не будет. И поделиться им невозможно. Не потому, что эти блаженные святые девы жадные. Потому что, как я вам вначале говорил, поделиться духом святым, божественной природой, которую ты приобрел в течение жизни через дела Божьи, через дела любви к ближним, через терпение, через стяжание мира, кротости, а не тщеславие, дел кротости, непревозношение над людьми, служение людям. Ты как этим поделишься? Вот мы будем все христиане на суде стоять в первое воскресенье. Ты как этим поделишься? Объясните мне. Это твоя природа. Это не потому, что Бог кого-то наказывает, а кого-то прощает. Он никого ничего прощать не сможет и не будет. И Бог никого не прощает, и никого не наказывает, и никого, естественно, не награждает. Поэтому ты отдать при всем желании не сможешь ничего. Иисус не просто так рассказал эту притчу. Человек получает, как Господь сказал, что посеете, то и пожнете. И услышит голос сына. Божье, кто это? Это кто? Невесты. Услышат голос своего жениха. И выйдут творившие добро христиане. Речь идет о христианах. Мертвецы будут спать. Грешники, которые не веруны, будут спать до какого? До страшного суда, который через тысячу лет. Тогда уже и море, и ад. Там все выплюнут. Гиена этих мертвых. Речь здесь идет не о язычниках, а о христианах, которые слышат сына Божьего. И имеют жизнь вечную. Имеют. Имеет душа их несовоскресла. Воскреснуты по телу. И дадут отчет. Иисус говорит. И выйдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждений. Иисус говорит не о язычниках. Голос жениха своего будут выходить, который слышат. Не мертвые вне Христа, а во Христе. Вы знаете, извратить можно любые слова. Я слышал, что эти говорят, что это просто относится, как всегда, вот к этим. Нет, родные. Нет. Это речь идет о христианах. Здесь Иисус прямо говорит о тех, кто слышит и не слышит слова. Кто не принимает Христа, он вообще ничего не слышит. Ему этот голос не нужен. Ни сейчас здесь, ни потом, когда он мертвую в теле будет жреть. Сразу переходим к апостолу Павлу. Второе послание к Коринфянам. Кому пишет Павел? Ну, оно так и называется. Второе послание к Коринфянам. К Коринфской церкви. К церкви в Коринфянам. К людям, живущим в городе Коринфи, исповедующим христианство. Это уже второе послание к этой церкви. Здесь в первой, вот такое тоже, второе большое, первое большое, где Павел где-то обличает, где-то назидает церковь, где-то тоже. Он в первом послании много говорит о суде, вот в первых четырех главах. И, кстати, там он говорит о разделении церкви. Кто за вас умер? Я Павлов, я Полосов. Разве есть учение Павла у нас? Разве может в учении Павла противоречить что-нибудь жизни учения Иисуса Христа? А не должно ли учение Павла максимально согласоваться с другими учениками, чтобы мы общее что-то увидели? Вы знаете, когда я зачитывал тоже вот так, даже в скайпе, кто знает, вот так показывал, я умудрился, что даже это место умудрились извратить. Как уже здесь извратить, я вообще не знаю. Где Иисус часто говорят, что да, это же к евреям он говорил, и это можно как проповедь к язычникам применить. Вот это кому Павел пишет? Это тот, на кого ссылается, что он учил об искуплении, об еще чем-то. Я вам еще раз говорю, запомните это. Если вы прочитаете все места, вот даже пусть по вашим брошюрокам там или еще по вашим этим лживым учениям, где он приводит, возьмете стихи без вырывания из контекста и прочтете их с мыслью о том, что есть воскресение души. Вы сразу увидите. И что Верун получает вечную жизнь в первое воскресенье. Это тоже да. Что мы не во второе воскресенье, когда все будут судиться, а мы уже не будем, мы уже в первое будем судиться и со Христом царствовать, дальше подвязаться в святой жизни и так далее. Вы увидите, что Павел говорит либо о воскресении души, либо о воскресении тела в первое воскресенье. При этом то, что он жизнь говорит, он не говорит, что это спасение черно-белое. Павел этому не учил никогда. И сейчас я это покажу. Это не вырванный стих. Ой, абзацы. Вы можете посмотреть, что до него, что после. Я-то смело к этому себя призываю, потому что знаю, что если вы сами это проверите, вы убедитесь в истинности моих слов. Отчитаем пятую главу с первого стиха. И причем, пожалуйста, у меня есть новый завет целиком записанный на канале. Вы можете просто взять и последовательно все прослушать. Поэтому я просто, когда вот такие, я не на один стих ссылаюсь, а хотя бы на весь абзац, какой могу. Я почему говорю, сегодня на двух мы ограничимся больше уже куда. Уже 49 минут я не умею, уже кратко. Этого достаточно. Если мы будем все места разбирать о делах и о прочих вещах, то это, конечно... Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога... То есть, внимательно читаем. А то я быстро начал. Ибо мы знаем. Павел это знал. Вот почему я говорю, я тоже, я знаю. Что когда наш земной дом, вот он дома называет, это хижина, он ее в первом послании так же называл. Помните, у каждого дело испытается, у кого дом построен из золота, драгоценных камней, серебра, у того дело проявится. Еще лучше будет таково из дерева, соломы, там сгорит. Это он опять христианам, кстати, писал. Ну просто там образов много. Я беру его специально второе послание, потому что оно прямым текстом, без всяких образов. В первом он там про этот дом берет. Здесь без всяких образов. Все прямым текстом написано. Когда наш этот... Ну правда тоже земной наш дом, хижина. Ну уж тут, я думаю, настолько понятный образ, что это наше тело. Разрушиться мы имеем, Павел пишет. От Бога же лично в небесах. Я согласен, я говорю, аминь тут. Потому что это сказал Иисус. Что да, вы имеете жизнь. И когда вы слышите и принимаете евангельское учение, как бы вы по нему плохо, хорошо не жили, вы все, услышав мой голос, кто хочет его услышать, вы воскреснете в первое воскресенье, в день моего второго пришествия на землю. Да. Аминь. Я с этим вообще ни на грамм не спорю. Мы им от Бога жилище на небесах. Так. Жизнь и благо бытие. Бытие и благо бытие. Жизнь и счастливая жизнь. Это разные понятия. Можно жить, а можно хорошо жить. А можно жить в аду. Можно на этой земле? Можно. Дом нерукотворенный вечный. Да. Мы все мечтаем, чтобы мы разрешились и обрели бессмертное тело. Это да. Есть этап жизни. Бог положил от первой земли до второй земли. Это смертный мир. И то те, кто верят на тысячу лет, даже это бессмертие, чуть раньше познают его второе пришествие и тысячелетнее царство на земле. А так ад и смерть побеждается лишь после тысячелетнего царства на земле. После его второго пришествия. Мы имеем. Я тут с Павлом Аминь говорю, конечно. Он об этом не раз писал. Я самый яркий, я просто место его беру. Оттого мы и воздыхаем. Ну, кто из нас не воздыхает? Желаю облечься в небесное жилище. Болячки, предстоящая смерть, страдания, скорби, боли. Все мы испытываем. Да. Он говорит, мы все. Он говорит, моя жизнь Христос, а смерть приобретение. А разве смерть приобретение? Нет. Он сейчас скажет, как? Облечься в наше небесное жилище. Да, оно нас ждет. Само бессмертное тело, ни плохое, ни хорошее, просто бессмертное. Оно не святое. Оно не блаженное. Оно лишь блаженное можно тем назвать, что оно просто бессмертное. В нем болячек нету, смерти уже не будет никогда. Да, только в этом плане. На этом его блаженство заканчивается. Только бы нам и одетым, он говорит. В чем? Если Павел некоторые слова проглотил, не думая, что мы будем все настолько извращать своим плотским умом, то я их добавляю. Только бы нам и одетым, вот в это нетленное тело, в небесное жилище, которое ожидает нас небесное, не оказаться на гиме. Это кто пишет? Это тот, кто писал про искупительную жертву? Или взаместительную жертву? Так значит, в тот день, как Иисус написал, когда услышит голос Сына Божьего, жениха своего, вставайте, идет. Оказывается, можно облечься в бессмертие, как Иисус сказал, в воскресенье одни воскреснут жизни, другие смертью. Ну, в воскресенье, как там Иисус сказал, то, что с вами читали, из головы уже вылетел. Где у нас пятая глава-то? Эй-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, только что же читали. Вот голова дырявая. Так, так, так. Нет, надо вспомнить обязательно. Так, это не то. Ну, что же я совсем запутался. А, одни, делавшие зло, воскресенье осуждения, а делавшие добро, он даже его называет воскресенье жизни. А это воскресенье осуждения. Продолжаем читать апостола Павла. Я покрупнее сделаю, чтобы у вас прям на весь экран было крупненьким. Так, это где у нас теперь найти бы? Вот, у вас прям будет очень хорошо видно. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Да. То есть, не оказаться нагими бы нам. Вы помните, Адам и Ева были наги и были счастливы. Потом, когда совершили грех, увидели свою наготу и устыдились. Нагота может быть позорная, может быть, с чувством, с каким. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем. Каким бременем? Болезни, страданий, усталости. Спать хочется, а надо работать. Воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. Просто так подохнуть, как собаки. Мы не хотим. И просто умереть. Но облечься, чтобы смертное было поглощено жизнью. Да, Павел, аминь. На это самое и создал нас Бог. Бог создал нас бессмертными, но облег, чтобы мы кое-чего мозгов немножко у нас прибавилось в этом смертном бытии. И дал нам, что? Он говорит, залог духа. Семечка. Что из него вырастет, Господь сказал. Может начать расти корешки слабенькие. Завяло. Может заглушиться терниями. Может вырасти. Но плод разный. 30 семечек. 60 или 100. И то, и то. Это же образ. А может и 31 быть, и 32, и 1, и 2, и 99. Залог духа. Который мы что должны потом? Приумножить и отдать. Помните, как Господь притчу рассказывал? Почему? Эти все. Одному дал одну, две. И пять. Пять еще пять принес. Две еще две. Бог и это оставил залог. И еще прибавил. Он из пяти пять сделал. А тот, который одну, и это закопал. И так мы всегда благодушествуем. Всегда радуемся, как он писал. И как знаем, что выдворяясь в теле, мы устранены от Господа. И мы ходим верою, а не видением. Конечно, мы в это только верим. Но кому можно доказать воскресение Христово? Кому можно доказать собственное воскресение? Ну кому? Мы в это только верим. Вот она вера. Праведной верой жив будет. И то это только праведной, и только верой. И то только жить будет. Это еще не благо бытие. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела, потому что знаем все это, и выдвориться у Господа. Ну, правда, мы только, он говорит, в это верим. Мы в это веру и ходим. Хотя настолько, что готовы разрешиться. Да, не боимся умереть. И обращая внимание на последние стихи. Девятый, десятый стих. Это пишет тот, кто меня пытается убедить, что Павел проповедовал о каком-то ленивом спасении, как я говорю, искупительной жертве. И потому ревностно, стараемся. Два слова обратить внимание. Ревностно и стараемся. Он не сказал, что все само будет получаться. Дух Святой будет воздействовать. Ты, ты человек, свои усилия предлагаешь. Именно своими усилиями ты святым становишься. Во дворе, если выходя ли, быть ему угодными. Ну, во дворе, если выходя, он всегда говорит о том, что, помните, в других местах он писал, как Иисус сказал, что не все мы умрем, но все изменимся. Тут Павел просто другими словами говорит, как он и тоже будет говорить, что не все мы умрем, но все изменимся. Неважно, как мы будем воскресать, кто-то меняться будет, кто-то живет до этих времен. Стараемся быть ему угодными. Ибо всем нам. Павел себя отделяет от этих. Протестанты давно себя от них отделили. Павел не отделял себя от всех. Он говорит, всем нам. Он пишет христианам Каринфа. И себя с ними полностью ассоциирует. Он говорит, всем нам. Он не говорит вам. Он говорит, нам. Христианам. Он кому пишет? Язычникам? Это проповедь язычникам. Это послание церкви. Причем, кто знает его еще глубокий смысл, это плачь по жалющим в плоть его, которые вечно его то побить, то убить хотят. Он говорит, всем нам. Должно явиться предсудилище Христово. Чего я только не слышал. Когда даже это зачитывал лично в лицо, слышал. Но это называется так судилище. Но это будет воздаяние. Я говорю, слушайте, дорогие, здесь написано судилище. Слово суд, это слово, когда тебя судят. За что? Что ты сделал? Пытаются выяснить. Виноват, не виноват. Здесь не написано, что это будет торжественное награждение. Нет. Здесь написано судилище. То есть, будет разбор полетов. Ты на суде. Тебя, может, оправдают. Может, смотрю, как по вине. Это судилище Христово. Над христианами. Причем не Божье, а Христово. Это те, кто считают, что Христос их судья и Бог. Потому что весь суд Бог отдал Сыну. Это восстанут христиане. Внимательно каждое слово читаем. Апостола Павла, который, как считается протестантами, учит о каком-то искуплении. Чтобы каждому, каждому из христиан получить. Я говорю, сколько раз и слова Иисуса перевожу, что каждый по делам получит. Тут он другое слово. И пусть это синодальный перевод. Очень хорошо перелит. Соответственно, что посеет, то и пожнет. И Павел будет говорить. Иисус говорил так. Тому, что он делал. Ни во что верил. Что он делал. Живя. Он прям, вот как будто я это писал. Знаете. Каждое слово прям в цель. Чтобы разбить эти лжи в учении. Их состряпали из слов апостола Павла. Это не его учение о всяких этих черно-белых спасениях. Об искуплениях. А заместительные жертвы. Это не учение апостола Павла даже. Как пытаются спадать. Хотя оно не может быть одним учением апостола Павла. Без учения Иисуса и других его учеников. Соответственно, тому, что он делал, христианин. На судилище Христовом. Всем нам должно явиться при судилище Христово. Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал. Живя в теле. Доброе. Или худое. Павел не сказал, что это церемония Оскар. Церемония Христова. Награждение праведников. Это судилище Христово. Где каждый христианин будет получать соответственно тому, что он делал. Живя в теле. Доброе или худое. Здесь все слова «Аминь» идеально сказаны. У кого остались еще сомнения, мне вам нечего больше сказать. Я, в принципе, да. Я говорил, что я открыт для бесед. Если честно, я уже мало стараюсь. Я беседы стараюсь все-таки с людьми, не которые меня за гуру почитают или за учитель. Нет. Но люди, которые готовы слушать. Если у них есть вопросы. Если вы это не слышите, если вы не говорите «Аминь», мне что вам еще сказать? Я лишь из других мест, просто так как это мои проповеди. Я могу себе, позвольте, еще сказать. Я говорю, мы прекрасно знаем, что никто ничего не будет получать. Внешне как-то. Бог там одному наградил, другого забрал. Это будет внутренняя природа человека. Она просто явится. Мы когда разрешимся, там есть человек. Заметьте, во всей Библии, когда были явления Анны, Ангелов людям во всей Библии, заметьте, во всей, в Писаниях Ветхого и Нового Завета, когда были явления Ангелом людям, все люди их принимали за людей. Обратите внимание на это. То есть даже Ангелы, их там рисуют с крыльями, с каким-то еще там. А они как люди. Так они люди или нет? И если уж Ангелы принимают вид людей, то уж тем более наш внутренний человек, он по сути ничем не отличается, значит, от внешнего. И он будет иметь. Если здесь, Господь, для научения этой школы жизни, как я верю, не раз посылает тебя, и ты не выбираешь, можно сказать, свое тело, то там ты действительно сам его строишь, сам его молюешь, сам его качаешь, сам ему придаешь твердый стержень, мощный скелет, сам благоухаешь, чем? Божественной сущностью, божественным духом, его природой. А какая природ Бога? Любовь, радость, мир, кротость, смирение, терпение. Если твои дела соответственны этому, можешь увидеть своего. У меня ролик, вы знаете, есть прекрасный, многим нравится, ну, прекрасный смысл, я его так называю, а люди мне так писали. Дела – это зеркало души. Хочешь увидеть, кто там внутри уже, чтобы на суде не было разочарования, посмотри на свою жизнь, и все. Не на свою веру, на свою жизнь, на свои дела. И все. Можешь уже его лицезреть спокойно, по своим делам. В зеркало бесполезно смотреть, да там ничего, хоть глаза и являются зеркалом души, но это лишь красивая фраза. А на самом деле дела человека – это то, кто там внутри. Насколько ты терпеливый, насколько ты кроткий, или превозносящийся смиренно, или кроткий, или чеславный, смиренно, или превозносящийся. Все это можно узреть. Те места, где Павел, я еще раз просто скажу, говорит вот об этом даре вечной жизни, на халяву, что Бог все дал. Павел говорит, в своих я, где на канале, кто из последователей слушает, я там всегда в контексте это показываю. Это другими словами он говорит, что Бог есть любовь. Иисус то же самое сказал. Кто верит, слышит и верит. И в третьей главе, я начал с пятой, просто не хотел ролик длинным делать, но все равно на час получилось. Не получается коротко. Иисус, конечно, еще в третьей главе говорил, что тот, кто принимает слово мое, тот не судится. А кто отвергает, тот уже осужден. О чем Иисус говорил? Что Бог есть любовь. Мы все проходили покаяние. Бог тебя не судит. За грехи, да. Когда ты раскаиваешься. Ведь по идее мы должны получить воздаяние. А мы не получаем. Вот в чем прикол. Вот что такое Бог есть любовь. Вот о чем Павел там очень часто, когда понавырывает, рецелепит. Я даже стихи с вырыванием из контекста, то, что мне Олег там набросал, я даже не хочу читать. У меня все это есть на канале. Я их все знаю. Я все там в контексте, как только до них доходило. Я уже знаю, что к ним доходят, всегда показывают, что перед этим идет. Весь смысл послания. Кому она брошена, чего. Сейчас я не хочу их просто разбирать. Опять вот это что там. На два-три стиха ссылки. Я знаю все эти места. Откуда они и как их извратили. Я в последовательстве чтение. Кто хочет, я говорю, узнать истину, обратитесь и узнаете. А если вас устраивает верить в ложь и жить по ней, пожалуйста. Вот эти куда мы слова апостола Павла? Вы их куда денете? Их не существует. Он этого не писал. Ведь он писал церкви. Он хотел, чтобы люди его услышали. Вы его слышите? Ну, вы их просто извращаете. Я говорю, вы судилище Христова в премию Оскар превращаете. Нет, Павел написал. Это суд. Потому что человек будет получать должное воздаяние и за доброе, и за худое. Что он делал? Живя в теле. И этот человек называется христианин. Потому что о них писал Павел, им и себя к ним причислил. Нужны ли еще другие доказательства? Я не знаю. А все то, что вот эти образы, и у Павла уж очень любил, не зря вы на него ссылаетесь, эти там аллегории, проискупления, он говорил, употреблял такие слова, да. Он говорил о Божьей любви к человеку в день его покаяния. И первого, когда он впервые слышит, и потом, нам еще целая жизнь предстоит христианского пути. И мы все равно, бывает, об этом писали и Иаков, и Иоанн, что мы все сваливаемся. Ну, в чем радость христианина? Он тут же кается. Он обидел человека. Если он грешникам, ему даже стыдно, или взападло, как это покаяться, человек прощает, просит христианин, он сразу, если он знает, что он зло сделал, неважно, относительно близкого, животного, природы, самого себя там пал как-то, человек сразу восстает. И Бог тут же прощает. То есть человек кается, все. Ну, мы пока идем. Идем, да, всякое бывает на пути. Я не буду раздувать ролик, его бы надо бы раздуть, и привести все места Писания, куда вы их денете, протестанты все время. Говорю, где Иисус, начиная с него, и заканчивая его учениками, говорит о делах любви, которые надо совершать и собирать сокровища на небесах. Но это просто ко второй теме. Я просто, конечно, опять хотел в первый протестантский бред, что когда о спасении, ну, оно связано. Это не черно-белое спасение. Это лишь воскрешение, да. В чем ты воскреснешь, будет зависеть от того, и твоя слава, от твоей жизни. И только от этого. И она будет у всех разная. Мы не будем все, как монахи это придумали, и сейчас в монастырях все в одной одежке ходят. Нет, мы все будем разными. Каждый будет получать, соответственно, тому, и каждый будет таким явиться, какой он есть на самом деле. И его душа, а как мы видим, она плотская, а потом еще и тело, как мы видим, будет иметь какой-то вид, какую-то славу. Точно так же, как и здесь, люди обладают талантами, которым мы завидуем. Смотри, все умеет, все знает, какой умный. И память, и это, и то, и красивый, и пахнет приятно. Вот так вот будет у всех по-разному. Я говорю, я не вижу смысла сегодня приводить это. Из Евангелия, изучения жизни, это столько мест, где Иисус говорит, подвязайтесь. Что Иаков сказал? Все знают только одну фразу, вера без дела мертва, но и перед этим сказал, что вера является источником дела, ты же в это поверил, и решаешь так же. И делами, делами, делами вера достигает совершенства. Моя жизнь, мой внутренний человек. И тут же говорит, не делами ли оправдался Авраам, как они любят тоже Авраам, праведные по веру. Они этого Иакова, эти послания, терпеть не могут. Лютер не знал, как его изничтожить. Все просто его учение, которое так ему хотелось пропихнуть, и удалось пропихнуть, потому что люди просто готовы выбирать ложь. Вот ты ему даешь, ложь и истина. Господь говорит, избери. Человек, действительно, безумие меня поражает. Они почему-то взяли на вырванных стихах, точно так же, как православные ходят в эти капищи, все этой ерундой занимаются, читают писания, они полностью не состыкуются с культом, ни с делами, ни с этим всеми обрядами, ни с чем, с этим фетишем по мертвечине. Нет, люди готовы избирать ложь между истиной. И у протестантов то же самое. Ты же сам читаешь, ты же знаешь. На ваших проповедях пастор несет это хиней. Никто из вас не встанет и не скажет, что он прям ток права рамы заикается. Ну вы повстаньте, скажите, слушай, а вот Иаков пишет, не делами ли оправдался отец наш? Иаков? Давайте я прям открою, а то вдруг кто-нибудь подумает, что я обманывал. Может, никто никогда в жизни этого не читал. Сейчас я своим поделюсь экраном. Всякое бывает. С 21 стиха. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Повыше подниму, чтобы у вас прям ровненько был. Возложив на жертвенник Исаака сына своими делами, видишь ли, что вера содействовала делам? Ну, источникам. Вера, надежда очень близкий понятик, распринимать. Вера как бы является источником. Надежда, а это и есть вера, надежда. Ну, как раз, я верю или я надеюсь? Вот объясните мне, филологический смысл слов, он очень близкий. Просто вера, так можно сказать, кратко, это начало, источник моего действия. А надежда, я надеюсь, что я, если буду делать, доделаю, добьюсь конца. Вот я решился игрушку какую-нибудь сделать, на станке какую-нибудь фигурку вырезать. И пока режу, надеюсь, уже не верю, чтобы слова имели разное значение, как бы надеюсь. Поверить я только начал. Надеюсь, пока делаю, что ничего, правильно все там буду шкурить, делать, что она не отвалится, сучок не попадет. Я надеюсь, что я закончу свою работу. И надеждой вот этой, я живу, да, упованием, или есть слово упование, опять же, они очень близкие. Упование, надежда, в принципе, одно и то же. Вера содействовала делами, делами, вера содействовала делами, и делами, делами, не Духом Святым в тебе что-то там совершаем, делами вера достигает или достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, не в Бога, не в Иисуса Христа, а Слову Божьему. А Иисус нам говорит, кто продаст имение свое, раздаст нищим, кто будет любить врагов, будете сынами Отца Небесного. Он не сказал, что кто верит, будете сынами Отца Небесного. Верующий имеет только жизнь, да, ты воскреснешь. А ты сын Бога, ты любил врагов, ты миротворец. Блаженные миротворцы, ибо они нарекут сынами Божьими. Не веруны сынами Божьими нарекаются, а миротворцы, люди, творящие дела мира, примиряющие людей, не вражду сеющий, а мир. Вам сказано, люби ближе, ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, любите, не будете любить, когда поверите, и Дух Святого примите, а любите. Благословляйте, благословляйте, благотворите, молитесь, то есть желайте им блага, и будете отцами, детьми Отца Небесного, Бога, Творца, будьте богами, ибо Он вот такой, Он посылает дождь на праведных, и неправедных, благотворит и добрым, и злым. Сынами Божьими, детьми Божьими, дочерьми Божьими, не веруны нарекаются, а миротворцы, а любящие врагов. И это вменилось ему в праведность, что деятельная вера, и он наречен другом Божьим, да. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не веру только. С веры только начинается его оправдание, его семечко, второй шанс в жизни. Человек покаялся, Бог дает ему второй шанс. Еще раз покаялся, третий. И Петр, ученик его, спрашивал, сколько прощать брату моему, согрешающему против. Меня. До семи или раз? А он говорит, до бесконечности. Не говорю тебе до семи, но до семидесяти семи, ну то есть символ бесконечности. Видите ли? Не видит до сих пор. С протестантом общаешься, видишь? Нет. Слепой. Подобный ра, блудница, не ламель оправдалась, приняв разведчиков, отпустив и другим путем. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертво. Я по этому ролику хотел очередной опять назвать. Живой труп. Красивый урод. Красивый снаружи, урод внутри. Все это до первого воскресения. До всеобщего, христиан, или до первого воскресения, до второго пришествия Иисуса, и первого воскресения. Как хотите. Все об одном и том же. Суть едины. Первое, второе пришествие, первое воскресение, день суда, над христианами. Все три, а суть одно. Что, мне добавить нечего. Всем спасибо. Надеюсь, вы это понимаете. Надеюсь, кому-то что-то открылось. Куда вы денете это? Куда? Протестанты просто выкинули. Я хочу ролик записать. Вы знаете, мне хочется один фильм найти, где там... Ну ладно, я в следующий раз расскажу. Очень хороший образ, как они воспринимают Писание. Это так на пальцах показать. Вот так вот. Куда? Что-то вижу, что-то не вижу. Это куда деть? Зачем это писалось? У меня на этом все. Всех обнял, поцеловал. Кто считает, что это может какого-то протестанта образумить. В мире надо сеять любовь, любовь, творя дела любви, примеряя людей, проповедуя истину, а не ложь, чтобы люди помогали друг друга, милость-то не утворили. Вот тогда в мире будет сеяться свет. Тогда есть шанс, что он дольше-дольше протянет на этой земле. От веры от моей никому не легко, ни жарко, ни тепло. Можешь верить хоть в осиновый пень. Мне от этого никакого до этого дела нет. А любовь это тот язык, который глухой слышит, слепой видит. и парализованный, и мертвый даже на себе ощущает. Есть такие прекрасные слова, их когда-то услышал. Да, любовь это тот язык, который слышит глухие и видит слепые. Вот это действительно так. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok